Следующий параграф это ремонт, ремонт, я думаю написано ремонт, но видимо я имел ввиду обстановка в квартире, жилье, как живут, я не знаю, очах, да, очах. Вот например, сравнительно с нашей, ну у нас дома, как говорится, пафосно, по аргентинским меркам это тупо пафосно и даже в принципе они считают это пафос излишним, потому что что у бедных, что у богатых аргентинцев в принципе в хате по минимуму всего нету, там я не знаю, каких-то переходов в потолки, какие-то суперсветы, стены, какие-то там, я не знаю, не плавающие, ничего, просто обычно вон белые стены. Стандартно в принципе, белые стены, белые потолки, пол, может быть паркет, может быть ковролин, пол, если дети паркет, в ковролин, в офисах обычно ковролин. Почему стены белые? Потому что в принципе у них привычка, каждый год, некоторые, каждый полгода стены красят, освежают. Краска недорогая и в принципе придает, человек, белая квартира, полностью белая квартира, без обоев, просто с красками, придает свет в комнату. Тем более здесь огромные окна, такие на всю стену и когда солнечный свет проникает в комнату, можно даже, я не знаю, лампочку не включать, в комнате будет светло. Даже очень светло, яркий очень город, особенно если ты живешь где-то в верхних этажах, если у тебя окна выходят на улицу, если на солнечную сторону, то ты утром можешь просто загореть, я не знаю, тебе если бьет в окно. Еще, например, у них на окнах, везде, везде стандартно на окнах стоят такие, сами окна на вечер или когда хозяева уходит, закрываются такими, типа парсианос. Называется парсианос, но это как жалюзи, которые выезжают снаружи здания и полностью вот так вот чук-чук-чук листами закрывают окно. Например, ты куда-то выезжаешь или ты просто идешь в магазин, можешь опустить эту жалюзь, она такая толстая, есть железные, есть пластиковые такие, они спасают от взлома, от, не знаю, от града, от ветра, от много чего. Спасают и, например, везде эти, механизм там такой, есть электрические, подъемников, опускают, поднимают эти жалюзи, есть вручную просто такая особенность аргентинская. Почти у всех есть балконы, балконы, это в квартире, я говорю. Но многие из наших иммигрантов прошли такое жилище, как отель, это похоже на хостель, но это в принципе такая коммуналка, общий туалет, за добавочную плату, что у тебя может быть комната с собственным туалетом. Раньше это было дешево, плюс не только дешево, как мы, иммигранты, не могли снимать квартиры, потому что, так как снять квартиру, здесь нужна такая вещь, как гарант, они называют гарант. То есть, ты должен предъявить бумагу, что у тебя есть какое-то имущество здесь в Буэнос-Айресе, в частности в Буэнос-Айресе, что может быть гарантом твоей надежности, как съемщика, квартиросъемщика. Потому что очень часто аргентинцы, они такая страна капиталистическая, поэтому у них там один сдает жилье, он должен быть уверен, что ты не войдешь к нему в квартиру, не родишь ребенка, и потом скажешь, а я тебе не буду платить, а тут по местным законам, как бы тебя не могут выгнать, с ребенком на руках, ля-ля-ля, ну в общем можно судиться потом с хозяином квартиры и не платить ему. Поэтому есть гарант, и когда гарант, потому что он всегда может отдать в суд на тебя, что ты там, мол, вошел в квартиру, не выходишь или не платишь, и на твое имущество, на которое ты дал гарант, как бы будет наложен какой-то штраф, ну я точно не знаю, ну если честно, мы все, мигранты, никто точно это не знает, мы все как бы так, гарант, гарант, надо дать, не надо дать. И вот мы поэтому снимали отели, комнаты в отелях, чтобы, потому что не было у нас гаранта. Ну на сегодняшний день многие из наших купили уже квартиры, я не знаю, кто-то снимает квартиры, есть родственники очень, друзья. Ну это по жилью, по жилью. Спасибо.